Здравствуйте! Время новостей. О самых важных событиях Муравленка расскажем прямо сейчас. Нарушение недопустимы. Губернатор Дмитрий Артюхов распорядился взять ситуацию с уборкой снега под особый контроль. Новая схема обращения с мусором, капремонт и благоустройство. Открытый диалог состоялся с работниками образования. У Муравленка завершился муниципальный этап первенства по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Кто стал лучшим? Губернатор Дмитрий Артюхов распорядился взять ситуацию с уборкой снега под особый контроль. Это должно стать одним из приоритетов работы коммунальных служб. В адрес всех управляющих организаций, индивидуальных предпринимателей ТСЖ направлены предупреждения о недопустимости нарушения законодательства по очистке крыш от снега и наледи. В ближайшее время в муниципальных образованиях округа пройдет ряд плановых и внеплановых проверок. Своему заместителю Сергею Карасеву глава региона поручил взять под особый контроль организацию этой работы в муниципалитетах. Отметив, что в последние несколько дней ямальцы много пишут главе региона в соцсетях о проблемах с вывозом снега в городах и поселках. Люди недовольны работой коммунальных служб. Рассказывают, что некоторые дворы буквально находятся под завалами. Транспорт экстренных служб не может попасть к месту вызова. Расчистка от снега должна быть организована не только на дорогах и во дворах. Особое внимание важно уделить крышам. От того, насколько слаженно и быстро отработают коммунальные службы, зависит безопасность ямальцев. Мусорная реформа, капитальный ремонт, благоустройство тротуаров. Эти темы стали главными на очередной встрече в рамках проекта «Открытый диалог». В этот раз свои вопросы руководству города адресовали работники образования. Подробности в сюжете Татьяна Козырь. Юбилей города, перспективы строительства, изменения в законодательстве, правила выгула домашних животных, профилактика мошенничеств. Сжатая, но емкая информация, предоставленная в начале встречи, предупредила многие вопросы горожан. Поэтому из зала в основном звучали проблемы частного характера. Например, спрашивали о правомерности взимания платы за вывоз мусора, если в квартире никто не прописан. Если в данном помещении нет постоянно и временно зарегистрированных граждан, то начисление производится на количество собственников. Если в этой квартире будет пять собственников, то начисление будет на пять собственников. Горожане интересовались, почему у одних домов фасады выкрашены в яркие цвета, у других серая безжизненная гамма. А также, почему по программе капремонтов по каждому адресу свой перечень работ. Первый заместитель главы администрации Андрей Лукьянов пояснил, перечень работ и график их проведения составляют управляющие компании. Раз в три года есть возможность уточнения этой программы. Сейчас мы этим тоже будем заниматься. Мы сейчас управляющие компании собираем информацию по домам, которые бы они хотели передвинуть пораньше, либо добавить в виды работы. Город Муравленко является лидером на Ямале по собираемости взносов за капремонт. В связи с этим объем средств, направляемых округом на реализацию программы, с каждым годом увеличивается, что позволяет расширять виды работ. Сначала идут проектные работы, то есть проект составляет проведение работы, он проходит экспертизу. Вот, допустим, сейчас, в 2019 году мы делаем проекты, заказываем проекты, проходим экспертизу на дома, которые будут ремонтироваться уже в 2020 году. А дома, которые, вот 9 домов, которые мы будем ремонтировать в этом году, проектные работы были в прошлом. Следующая встреча с жителями города состоится 14 марта в Доме культуры Украина в 18.00. Свои вопросы руководству города адресуют работники городской больницы. Татьяна Козырь, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко. Жалобы на ямы на дорогах автоматически попадут в Минтранс. Теперь жители при помощи специального мобильного приложения «Карта убитых дорог» могут напрямую жаловаться на некачественное дорожное покрытие и неработающие светофоры. Это проект Общероссийского народного фронта. Заявки, направленные на карту убитых дорог, будут сразу перенаправляться на портал Добродел Министерства транспорта и автоматически попадать на стол чиновникам. Напомню, что в России по инициативе президента запущен нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Его реализация предусмотрена до 2024 года. За 6 лет регионы потратят на него более 4 триллионов рублей. Еще более 400 миллиардов потратят из федерального бюджета. Представители мобильной социальной службы готовы прийти на помощь каждому нуждающемуся. Ежегодно по заявкам муравренковцев, попавших в трудную жизненную ситуацию, социальные помощники совершают около сотни выездов. Тему продолжит Анастасия Попова. Один из случаев произошел в марте прошлого года. В соцсетях жители пожаловались на неприятный запах и появление насекомых в доме номер один на улице 70 лет октября. Как выяснилось, один из жильцов нуждался в психологической помощи. Долгое время женщина складировала мусор у себя в квартире. Тревогу забили соседи, которые вызвали специалистов. На помощь незамедлительно пришли сотрудники группы мобильной соцслужбы. «Нашим психологам была проведена работа. Мы убедили гражданку, что ей необходима медицинская помощь. Она была помещена в отделение городской больницы. Мы нашли материальную помощь для того, чтобы нанять человека, который полностью убрался в этой квартире. То есть сейчас человек живет в абсолютно нормальных условиях, здоров, все хорошо». И эта ситуация не единственная, в которой пришлось разобраться мобильной соцслужбе. Каждый случай требует особого внимания и индивидуального подхода. «Николай Михайлович, чем вчера занимались? Расскажите, как...» «Блины». «Блины?» «Ага». «Так, несмотря на то, что...» «Каплетно жарю». «Ой, какой вы молодец». «Я вообще люблю готовить». «Это сейчас Николай Бойко делится рецептами и воспоминаниями, как в 1984 году после службы в афганском Кандагаре приехал осваивать поселок Муравленковский. А пять лет назад с ним приключилась беда. На зимней рыбалке он отморозил ноги. С тех пор передвигается на коляске. Однажды прямо в центре города у коляски сломалось колесо. Тогда на помощь тоже пришли сотрудники социальной защиты населения, а также спасатели и врачи. С тех пор во всех непредвиденных или сложных ситуациях Николай Михайлович призывает на помощь работников соцобслуживания. «Я без них вообще никуда. Мне что надо, я заедем, звоню, все. Они постоянно помогают». «Стараемся, чтобы не сидел дома, не был один, выходил, был в людях, делился своим опытом. Тем более он рассказал о том, что он очень хорошо умеет готовить. И вот своими навыками он тоже очень охотно делится с нами». Николай Михайлович – частый гость в нашем центре. Мы взаимодействуем со всеми структурами нашего города. Приходят специалисты разных организаций, проводят беседы, лекции, консультации, на которых также Николай Михайлович у нас присутствуют. Наши учрежденческие мероприятия, то есть это тематические праздники, круглые столы, беседы также. Ну вот и городские мероприятия. Общение с психологом, занятия творчеством, участие в культурных мероприятиях и даже уроки компьютерной грамотности – это лишь часть того, чем могут занятия увлечь всех тех, кто обратился за помощью. Социализация в обществе таких людей – самая важная часть в работе специалистов Центра социального обслуживания. Здесь каждому, кто одинок или попал в беду, гарантируют помощь и поддержку. Центр социального обслуживания. Добрый день. При необходимости муравленковцы могут набрать номер телефона 29 205 и попросить помощи. Вам не откажут. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Новости, Муравленко. Сварщики и слесари-электрики названы самыми востребованными рабочими специальностями в России. На одно резюме таких специалистов приходится более 300 вакансий. На Ямале дефицит рабочих кадров отмечается в строительстве, транспортировке и хранении, административной деятельности, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, здравоохранении и образовании. Наиболее востребованными на рынке труда являются водители, электрогазосварщики, маляры, инженеры, монтажники, электромонтеры, слесари КПА. В региональном банке рабочих мест зарегистрировано более 8 тысяч вакансий, из них 57% по рабочим профессиям. В Муравленко в банке вакансий 300 рабочих мест. На учете состоят 239 безработных. По-прежнему в составе заявленных вакансий спросом пользуются машинисты спецтехники, водители различных категорий, электрогазосварщики в том числе, электромонтеры, охранники, повара, продавцы. Не исключение составили и служащие. Из них сохраняется потребность также в здравоохранении, в образовании и в сфере предоставления прочих персональных услуг. Это, конечно, врачи, это педагоги и инженеры различных квалификаций. В Муравленко завершился муниципальный этап первенства по военно-прикладным видам спорта «Патриот». В этом году за переходящий кубок состязались пять команд многопрофильного лицея и колледжа. Какие испытания преодолевали участники на пути к победе, расскажет Валерия Чижик. Они замирают по стойке смирно, четко выполняют приказы командира и даже после слов «вольно» держат выправку. В строю «Патриота» в этом году 50 юных муравленковцев. Первенство «Патриот» становится все ярче и лучше. Участие в таких мероприятиях для вас, ребята, является ступенькой к будущим взрослым победам. Участие в игре, как мы ее называем, оно приносит вам не только результаты видимые, это еще и команда образования, это еще и знакомство друг с другом, это познавание собственного «я», когда, казалось бы, мы все герои, все большие молодцы, и только мы знаем об этом. Я хочу, чтобы об этом узнали как можно больше людей, как можно больше ваших друзей, чтобы у вас действительно все получилось. За победу соревнуются пять команд. Четыре представляют лицей, одна многопрофильный колледж. Впереди шесть соревновательных этапов. Первый чеканит шаг и запевает песню «Сборная девушек». Волнение, безусловно, было, потому что первым выступать всегда трудно. У нас хорошая команда, нас поддерживали, и думаю, мы справились. Быстрые, точные движения, поднятый подбородок и гордый взгляд. Что ни шаг, то слово песни. Торжественным маршем ребята приветствуют почетного гостя первенства, ветерана боевых действий в Сирии, гвардии майора Павла Адранова. Хочу пожелать вам новых рекордов, побед, чтобы спорт оставался в вашей жизни, приносил вам удовольствие, умиротворение. Мы готовились каждый день практически, на каникулах приходили, на выходных. Получалось не с первого раза все, но мы все выполнили. Мы собираемся выиграть этот патриот и хотим поехать на окружные соревнования. Ребята проверяют свои знания по истории России и вооруженных сил. К ролям преодолевают дистанцию в 50 метров, стреляют по мишеням. Причем девушки с испытаниями справляются не хуже парней. Как отстрелялась? На этот раз было получше, чем на предыдущий раз, когда стреляла. Попала в десятку один раз. Довольна своим результатом? Да, в этот раз очень довольна. Демонстрируют участники свои навыки и в атлетическом многоборье. Соревнуются в челночном беге, подъеме гири, а также упражнениях на пресс. Настало время самого сложного этапа. Старт, внимание, марш! Если ты делаешь это на протяжении нескольких лет, то это уже несложная такая привычка. Разборка у меня идет 7 секунд, сборка подольше – 12. Если постараться, можно сделать чуть побыстрее. Готовились к патриоту на протяжении многого времени, длительного даже. И легко разбирать автомат. По итогам двух дней соревнований победу завоевала вторая команда лицея. Серебро у первой сборной. На третьей месте – студенты колледжа. Победители представят Муравленко на окружном первенстве. Валерия Чижик, Антон Иванов, Новости Муравленко. Во второй школе прошел урок мужества. Восьмиклассники встретились с гвардией-майором, ветераном боевых действий в Сирии Павлом Андрановым. Павел Андранов – пилот в третьем поколении. В 18 лет он занимается любимым делом. Служит бортовым инженером. Во время боевых действий в Сирии выполнял задачи по транспортировке людей и боеприпасов. Боевой летчик рассказал восьмиклассникам, насколько трудна и опасна служба в авиации, о нештатных ситуациях, а также какими качествами должен обладать человек, посвятивший себя служению Отечеству. Ребята, безусловно, активные и любознательные. Очень интересная им профессия военнослужащих, профессия авиатора. Такие встречи, безусловно, необходимо проводить для воспитания подрастающего поколения, воспитания в них сейчас патриотизма. В свою очередь учащиеся смогли задать интересующие вопросы и получили важные советы, которые обязательно пригодятся им при выборе профессии и в будущей армейской службе. Когда нам сказали, что будет военный летчик, я была рада, потому что я хочу связать свою жизнь именно с МВД, как бы тоже с военной темой. И как-то были мысли, даже может в армию так поступить. Не знаю, прям очень хочется испытать себя и посмотреть, на что способны все-таки тоже девочки в армии. Для меня было интересно узнать то, как проводились именно взлеты, посадки. В Сирии проводились посадки по какой-то новой технике. То есть они не так, как обычные самолеты, садились плавно, а они набирали большую скорость и резко снижали высоту. То есть это нагрузка и для пилота, и для всех членов экипажа. Я считаю, что человек должен обладать большим мужеством для того, чтобы служить летчиком в горячих точках. Муравленковских школьников от 12 до 17 лет приглашают стать участниками жилищно-коммунального квеста. Победитель получит путевку в детский центр «Артек». Зарегистрироваться на участие в кибертурнире можно до 29 марта. Игроки попробуют себя в роли и директора управляющей компании, который должен обеспечить комфорт и безопасность жильцов целого квартала. Заключительный этап пройдет в очной форме в мае 2019 года. Соревнования проходят при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и Министерства просвещения Российской Федерации. В Муравленко работает хостел. Это европейская система предоставления жилья. Постояльцы платят не за номер целиком, а за койко-место. Хостел оборудован под систему гостиниц «Три звезды», но цены здесь вполне приемлемы. Ирина Бугрим продолжит тему в сюжете на правах рекламы. Хостел – это дешевая альтернатива отелям. Об этом знают заядлые путешественники. В Муравленко мини-отель открыли в 2018 году. Он входит в крупнейшую сеть хостелов России. За это время комфортную и уютную мини-гостиницу оценили более тысячи постояльцев. У нас представлено четыре номера. Есть многоместные номера и двухместные номера. Стоимость многоместного номера одного спального места – 800 рублей. Стоимость двухместного номера – 2500. За такие цены к услугам постояльцев – уютные номера с белоснежным постельным бельем, ортопедические матрасы с гипоаллергенными подушками и одеялами. В стоимость также входит завтрак, пользование кухней, гостиной, есть бесплатный Wi-Fi. И это далеко не все. Уровень сервиса соответствует трем звездам. Все возможные способы оплаты – это безналичный расчет по банковским картам, это наличный расчет, также работаем с юридическими лицами, оплата по счету возможна. За сохранность своих вещей гости могут не беспокоиться. Посетителям выдают ключи от локеров, а территория находится под круглосуточной охраной. Приятный бонус для гостей – сауна с бассейном. Причем постояльцам предоставляется 10-процентная скидка. Уровень сервиса хостела «Муравленко» оценили на международном уровне. Мини-отелю достоин престижной премии от Booking.com. За итоги работы 2018 года мы получили награду от Booking с оценкой 9,2 балла. Конкурс проходил среди партнеров, с которыми работает компания Booking.com. Оценивались такие критерии, как качество проживания по отзывам клиентов, а также порядочность партнера в отношении работы с Booking.com. Единственный в «Муравленко» хостел расположен в центре города. Есть удобная парковка. Доброжелательные сотрудники помогут посетителям вызвать такси, при необходимости забронировать авиа- или ЖД-билеты. Ирина Бугрим, Владислав Дроботов. Новости «Муравленко». Это все новости на сегодня. Оперативная информация доступна на нашем сайте. Муравленко24.ру Новости «Муравленко»